облака белогривые лошадки на и на на красота то какая получается голубое это море это море желтенькое это солнышко солнышко это яйца в корзине что-то то не несешь чушь конечно же и чушь прекрасную несли так всех кого я отпугнула извиняйте ну а те кто остались мельчаки так сказать здравствуйте вот даже говорить ничего не хочу посмотреть какая красивая картинка какая красивая картинка что тут вообще говорить любоваться и любоваться нет тут редко когда мне нравится немножечко надо корзиночку подвинуть час девочки сейчас 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 то яйца в корзинке плохо видно вот сюда надо что-нибудь подсуропить скатерку вот так вот теперь еще все по моему делаем фотографию чик и все и так мой визуальный мир я начала новый процесс я о нем немножечко рассказывала вам в делах визуальных до в радио тани ссылку обязательно ставлю на этот ролик и там сказал что будет типа майки не будет типа майка превращается превращается типа майка и так обо всем по порядку значит вещь изделия вяжется отдайте покажу не хочу картинку я ломать но а вдруг никому не интересно сейчас я покажу на каком этапе сейчас это вещь а вы же решите оставаться не оставаться так вот такая красота ну везде еще ниточки веселечки иголочки тарачулечки тарататушечки татана кто вяжет представляет что эти полуфабрикатики они всегда в процессе бывают это не оранжевые маркеры это красивые белые пуговицы красивые 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 красивым кокетка кончается начинаться гладь и больше никаких букляшечка не будет так но есть кто еще со мной остался есть поехали изделие вяжется из двух пряж первая пряжа это опиум остаточки от пены морской пряжа кто не знает что это за пряжа интересная местами временами разная то есть это первых полухлопок хлопок с премиум акрилом составе и она участки тоненькие имеет участки толстенькие и вот эти толстенькие участки они знаете даже в одном мотке могут быть то потолще то потоньше говорят еще девочки по цветам в каком-то цвете прям толстенные мотки в участке в как в каком-то цвете потоньше но в любом случае я встречал даже в одном моточке мог может этот быть более толстый участок более тонкий но суть сводится вот к тому что нитка с разным утолщением секции с разным утолщением и оставлю ссылку на ролик где уже связала пену морскую там как положено нет я не шестерка вязала я пятеркой здесь же спицы у меня кубические 375 то есть три с половиной если перевести на кругленькие значит у меня был целый моток и вот ну половинка не половинка я грубо говоря полтора мотка чтобы опиум у меня лежал в мотках я не хочу так сейчас я если штатив задену не разбегайтесь у меня вот остаточки от мотка держат корзиночку наклон корзиночки делают видите сейчас все блогерские штучки расскажу так 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 голубая ну куда-то ушла о все никто меня не слушается это просто ужас значит вот на этой кокетке которую я сейчас расскажу и покажу сейчас скажу что от пяти петелечек к 15 ушел как раз целый моток опиума вот что от него осталось был прям у меня целый моточек опиума вот он ушел на кокетку если бы я вязала шестеркой то конечно более рыхло не так осталось бы при этом связал бы такой же полотно ниточек наверное осталось бы побольше и так опиум сейчас я покажу те кто не знает что это за нитка мне про клубочки магазин про клубочки оля хозяйка магазина прислала попробовать эту нитку влюблен с я влюблен с недавно в нидерландах оля сама находится у меня там тоже есть магазин магазин нидерландах пряжу по всему миру рассылает а магазин который в москве он вот по россии и говорят что белый опиум якобы больше не будет что ли но зато там такие еще другие красивые цвета опиум поступил и скоро посылочка придет в москву сейчас она уже нидерландах оля показывала какие там расцветки прелесть прелесть нет особенно понравился медовый очень понравилась медовая рассветка я отвлеклась и значит полтора матка и у меня вот это на кофе оры ну целая упаковка 10 штук хотя мне 10 штук то не надо на кофе оры сюда вообще знаете случайненько забежала но я искала какая ниточка будет сочетаться с опиум знаете не могу снимать если корзинка стоит не по моему вот пунктик такой сейчас я значит вы посмотрели остатки опиума да сколько осталось от одного матка просто говорит тань если это ну как сказать следить за расходом нам удобно если вы показываете говорить сколько все я успокоилась я не думаю что у меня весь опиум уйдет потому что сейчас расскажу осталось только на рукава немножко его израсходовать но немножко я затрону все-таки этот моточек а еще как будто останется этот остатыш и я по какой-нибудь маечке все-таки полосками проложу я все майку майку вяжу изделие а так 2 пряжу все извиняюсь 2 пряжа на кофе ора состав 3 составляющих никак не помню только помню что очень хороший и натуральненький лен хлопок и еще что-то не помню когда не запомню лен хлопок и бамбук 25 35 40 соответственно здесь пиццы три с половиной самые большие рекомендуют ну получается что вроде как я так и сделал 375 кубический три с половиной но если бы я вязала вещь только из этой на кофе ора то я взяла бы тройку рыхленькой не очень люблю значит с пряжей ознакомилась какое-то время назад испугалась моточки очень непослушные сами были и вот папенька перемотал мне папу если видишь слышу спасибо тебе огромное в клубочке и когда я вязала образец только из этой нитки меня он даже испугал ролик называется преображение какое там сильное преображение или вот это преображение ничего себе преображение что тут девчонки написали что-то не вы постирайте не узнаете эту пряжу гадкий скукоженный утеночек превратился в очень хороший образец сейчас вот он знаете я его и так сверну и так сверну еще и в корзинку положу оберну как только он бит и вот посмотрите как хорошо смотрится если бы я его держала прям так положено где-нибудь в книжечке это вообще была бы прелесть я не помню кстати мне это стройка я вязала я не помню в том ролике я говорю но здесь я была вынуждена три с половиной вязать ибо и так сократила рекомендованные для опиума шестерку номер шесть я так сократила до 375 что получается мне нравится с одной стороны было жалко упаковочку мне тратить это на кофе оры она куда бы пошла а с другой стороны если они вот просто хорошо подошли зачем жалеть и остаточки куда-то уйдут другие типа папируса и скала но немножко были другие оттенки а вот сейчас смотришь и как может быть со временем что-то этой проявится но сейчас смотришь как будто это все связано одной пряжей одним опиумом ну вот кокетку у меня сейчас в работе 3 моток вот идет 3 моток на кофе оры я вам показала кокеточка и немного сколько сантиметров у нас от кокетки связано вот идет работе 3 моток у меня 56 размер мне нужно здесь 68 сантиметров ширину пройти несмотря на то что название пока у этой вещи еще не было а кличка уже была знаете типа майки то есть майки я не вижу из-за того что вот мне нужен как-то ручки закрывать полные дом то конечно но мне все-таки хочется с такой пряжи куда-то на выход вещи связать дом то я ношу и майки и топики и все такое особенно когда жара здесь я хотела с минимальной вот только вот как бы прошли мои руки вот здесь и круглую кокетку закруглить я же обычно делаю прям по выражаемой линии реглан сантиметров 30 32 как в данном случае потом сделала а я хотела прям вот только только на минимум про прохожу все это закрыть то есть здесь так пока на плечи ляжет да будет ну практически действительно типа майка и пошла такая вещь кстати я рассказываю все идеи у меня не прошла у кого-то может быть пройдет и я со со временем мне сказали татьяна ведь можно застежку делать не до конца потому что я сетовала на то что ну зыбкая пряжа и то что вот застежечка она может быть быть аккуратно и неаккуратно и так далее да вот мне посоветовали что тем более пряжу меняю по краешкам я заодно покажу изнаночную гладь лицевую гладь путанку хотя я оставлю ссылку на ролик где можно все это посмотреть и вот мне написали татьян мол если не нравится краешек все-таки меняется нитка пусть одного цвета но меняется можно застежку не до конца а где-то ее соединить и уже без оси как мне это понравилась идея я столько детских вещей таких вязала и забыла вот просто сама забыл и думаю точно можете по майке вот такая причем неважно застежечка еще где-то до того как закончится кокетка чуть-чуть вот прям две пуговички классно чтобы глава пролезал классно хотя у меня голова пролезает с такой огромной горловины у меня и вообще это можно не расстегивать можно там где кокетка закончилась да тоже застежку а можно пойти вниз почему бы и нет я тоже подумала прям и то есть застежка она больше занимает допустим три пятых и только две пятых или там четыре пятых одна пятое вот это вот все соединено это можно над этим подумать и вот это тоже надо как-то держать в голове делюсь потому что может быть для разнообразия кто-то вяжет одно и то же к типа меня кто-то вяжет вещи не похожи вот эта вот изюминка она может действительно сделать это какую-то идею кто вы ищет здорово застежку куда угодно продлить спасибо вам огромное вы вроде говорили совсем о другом застежку не до конца татьяна соедините вяжите почему именно этот ваш комментарий меня увел совершенно другие дебри я не знаю как-то думал ну как продлить застежку как что потом я посмотрел думаю но куда вот я оставлю эти как сказать вон они лежат клубочки они сделать ли нормальную полотенца почему именно ваш комментарий меня вывел совершенно в другие нет не понимаю никакой логики никакой связи но я все-таки решила что это будет не типа майка типа майки я свяжу когда-нибудь из чего-нибудь а это будет я даже не знаю что это такое вещица с коротким рукавом на пуговицах летний кардиган футболка на пугови я не знаю что это такое кофточка слова кого-то там подбешивает нельзя я уже не знаю что нам можно скоро говорить у меня была летняя вещь с коротким рукавом из полухлопка это талая вода тоже оставлю ссылку интересная вещица она у меня уплыла сразу вот и утекла вода и я поняла что у меня нет с коротким рукавом застежкой самовязок футболочки уже есть без застежек там я не знаю всякие кардиганчики еще что-то я решила что типа майки подождет потому что эту вещь я точно буду носить с любыми штанами с любыми юбками и что замечательно можно застегнуть и носить как самостоятельно вещь только ее а можно расстегнуть и кучу кучу топиков которые у меня вот с ивановского магазина да так как вечно однотонные белые туда можно и однотонные мочонки трикотажные тонкие и любые цвета цветные цветастые как правильно сказать поэтому я остановилась на таком варианте теперь думаю если здесь вот такая вот ну вот я изобразила облака белогревые лошадки то все остальное будет из нато фиоры без всяких рельефностей как вариант как вариант можно рельефности чуть-чуть на рукавах чуть-чуть внизу но внизу мне кажется будет отрезать я поэтому здесь рельефных даже не рисую кто худенький пожалуйста а вот все таки больше нигде рельефности или чуть-чуть на рукавах я склоняюсь вот к этому варианту у меня скорее всего здесь не будет уже ничего все буду гнать просто гладью просто гладью и какая она не и какая она потом становится вот а у меня петли убежали сейчас девчат поэтому я как бы идею все остальное гладью убираю гладью и везде барашки в том числе и внизу я тоже убираю прям несколько сантиметров подумаю еще мне вот нравится когда на рукавах с каким-то промежутком рукава будут короткие лет внутри четверти максимум вот как-то я теперь сюда склоняюсь я чувствую слушать если в этот год о майках просто задумываюсь это уже ничего к следующему году может быть дай бог свяжу 120 петель я набрала на горловину это не считая планок планки живут своей жизнью здесь по одной кромочной и по 7 непосредственно на планке то есть надо набирать 120 плюс 8 плюс 8 8 это кромочная и 7 на планку планочки я вижу просто платочкой кромочная 7 петель планки потом 120 полотна и та же самая картина здесь 7 плюс кромочная переходы ниток заметно но не так уж чтобы просто очень сильно и я скорее всего здесь крючочком все обвяжу край неровный из-за того что попадает опиумные вот эти утолщения суда как краешек он неровные на мне ровный собственно так прервалась собственно говоря и не нужен скорее всего я буду здесь крючочком все как сказать обвязывать к сожалению в первом моточке на кофе узлы встречались на каждом шагу на каждом я вот сначала как-то не обратила внимание как-то перевязала в бок увел а потом я же просто перестала вообще вот на каждом шагу встречались узелки в опиуме один разочек 120 петель это довольно таки большая горловина пожалуйста примеряйте на себя я люблю расклябанной горловины говорю это в каждом видео но просто это кто-то любит и пишут нет они наконец-то я вообще увидела свет в окне и поняла какие горловины я люблю кто-то этого не любит поэтому сокращайте под себя здесь тоже будет обвязочка и я чуть-чуть по корректирую но конечно же после примерок только после примерок мне очень хотелось так сейчас не нигде планки вот давайте на спине мне очень хотелось чтобы прибавки в кокетке не были заметны я даже сначала пробовала хаотично прибавлять как мы обычно через определенное количество петель потом рядовчиков несколько себе выбираем это у каждого свои строения это зависит очень от изначального количества петель маленькая головина большая какой ритм прибавок это все зависит от старта от нашего но это фигура конечно но я там немножко запуталась и именно распустила все стало опять как обычно прибавлять чтобы хоть не путаться но вот именно фактура опиума она как бы как-то спрятала что ли прибавки незаметно может быть после стирок будут эти сегменты в круглой кокетке очень видно сегмент как они прибавляются расширяются от маленького размера до большого здесь вроде нет и это мне очень нравится но если будут ничего страшно как делала прибавки и так набрала петель количество сказала платочной вязкой 3 сантиметра связала только на кофеоры здесь я опиум не использовала и потом сразу перешла на опиум до опиум я вязала следующим образом как только ну это понятно что на лицевой стороне лицевыми петлями на изнаночной стороне да и замку не показала изнаночными петлями как только попадался кусочек толстенький то я его вывязывала на лицевой на лицевой глади на лицевой стороне изнаночными петлями на изнаночной стороне соответственно лицевыми петлями это вы мне подсказали когда я вязала вот первую пену морскую там я так не делала и вот этот рельеф он очень очень заметен очень заметен и И мне это нравится. Все рыхленько, ветру, будет где разгуляться. Вещь летняя. Такая накидушечка, наверное, кардиганчик, шусь короткий. Я не знаю, какая это вещь называется, но я ее уже просто обожаю. Итак, планки у нас живут в своей жизни. Они вообще не вмешиваются ни в какие прибавочки. Они идут и идут. Что касается первых прибавок, я делала их через 5 петель. Через 5 петель накид, через 5 петель накид, накид скрещенный. Таким образом, 120 если разделить на 5, понятно, что 24 петельки будет прибавляться в каждом ряду, где мы делаем прибавки. Это очень важно. Будь у меня поменьше изначально не 120, да? 100 петель, допустим. То через каждые 5 петель получались прибавка поменьше. Будь у меня побольше 140, например, тоже. Здесь надо или корректировать количество петель на горловине, или количество петель, через которые мы делаем прибавки. Дальше. Это получается, наверное, в каждом восьмом ряду я делала прибавки. Смотрите, вот идет прям первый ряд. Опиум я взяла. Я вязала 2 рядочка опиума, 2 рядочка накофиора, 2 рядочка опиума, и так до конца. Именно по этой причине, что я меняла нитки, я не стала делать росток здесь. Я сделала азиатский росток. Итак, вот он первый лицевой ряд прибавочный. Я его не считаю. Он прибавочный. Прибавила. Дальше наизнанку выворачиваю, разворачиваю точнее. И идет у меня первый ряд без прибавок. Он изнаночный, он еще опиума. Потом идет накофиора, лицевой ряд, изнаночный. Потом идет опять опиум лицевой, изнаночный. Потом идет опять накофиора, лицевой, изнаночный. Получается 7 рядов. Один опиуму возврат на изнаночный. И 3 раза полноценный накофиора, опиум, накофиора. 7 рядов я провязала без прибавок и потом опять беру опиум его очередь настаёт и делаю прибавки но уже не через пять рядов а через шесть рядов ой через шесть наверное так лучше через шесть петель 1 через 5 были потом провязываю как я сказала 7 рядов и у нас опять прибавку уже через шесть потом через семь рядов уже через семь петель потом через восемь и так далее так далее вот эти сегменты они как правило очень хорошо заметно здесь во всяком случае пока полотно не стирано и вот эти сегменты они заметны не очень еще раз говорю делаю прибавку в лицевом ряду потом изнаночной без прибавки потом лицевой изнаночной без прибавки лицевой изнаночной без прибавки лицевой изнаночной без прибавки опять прибавка до 7 рядов без прибавки и так если я стартовала первой своей прибавки через пять петель шестая прибавка то закончила я прибавки вот у меня закончился и кучерявость это закончилось закончил я свои прибавки когда у меня было 14 петель 15 прибавка 14 петель пятнадцатая прибавка то есть в каждом сегменте у меня 15 петель получается у меня 24 сегмента по 15 петель считайте сколько это условно говоря вот она планка и и мы не берем именно на число петель в планке перед превышает у меня спинку ровно пополам я разделила здесь у меня 12 секторов здесь 6 здесь 6 тоже 12 как бы это изобразить то три 4 5 6 очень хорошо раз раз два три 4 5 6 вот она серединка здесь 12 секторов изначально 5 петель потом к 15 мы пришли ну и здесь раз два три 4 5 6 1 2 3 4 5 6 тоже 5 петель а к тому времени как нужно отделять рукава от туловища 15 петель вот она серединка вот она серединка вот она серединка конечно сколько петель на рукав это каждый из нас решает сам я взяла один полный сектор 15 петелек другой полный сектор 15 петелек и еще 5 петель и чик от этого сектора сейчас смотрю мне кажется хватило бы наверное вот этого потому что еще мне 12 петель подреза но ненавижу куц и кургузы узкие рукава из особенности руки смотрите на свою ручку получается 35 петель полный сектор один полный сектор 2 и 5 петель чик от 3 сектора вот я взяла 35 петель на рукава а полноценный один два три четыре нетронутых и целых 10 петель не 4 3 4 до полноценных три сектора и почти полный четвертый он остался на переднюю часть то же самое естественно я взяла от спинки 15 петель 15 петель и 5 все остальное на спинку нужно с этой стороны то есть 35 петель я положила на рукав здесь уже от особенности руки зависит и плюс еще к этим 35 петлям прибавится подрез вот посмотрите какой большущий рукав у меня получился но мне другой и не нужен смотрите какой кому нужен рукав вот он у меня какой огромный рукав 5 петель от третьего сегмента они вроде как бы лишние но и распашонку я хочу может быть где-то на футболочку где-то может на плащик сколько рукавом и когда все это будет пролезать со скрипом но полные у меня руки что говорить поэтому так вот подрез я выполнила так куда эту нам ниточку деть из 12 петель и вязала азиатский росток на youtube очень много бесплатных и платных объяснений как вязать азиатский росток я все вяжу неправильно я все вижу по наитию рассчитываю кокетка я тоже неправильно том что через примерки сажаю на себя лучше конечно все по правильному и вот эти 12 петель это спинка это полочка я начала по 2 вязать стала только на спине и стала по 2 я сразу прям прокладываю мостик из 12 петель кто-то этого не делает тут вообще вот так вяжет кто-то прибавляет и прибавляет разные способы я люблю проложить как подрез обычный и потом по 2 петельки развернулась пошла и вернулась еще две петли и так шесть раз я делала у меня получается в 6 поворотных рядов или в 12 рядов этот подрез вот он где начинается вот он где заканчивается какой подрез росток вот он мой раз здесь и подрез вяжется и росток сразу вот в 6 поворотных рядов где заканчивается вывязывание опиума убирая эту ниточку вот то есть вот уже было сколько связано спине тогда когда я стала вязать уже везде и в полочке в том числе на полочке не было поэтому спинка кто-то горит пузырится ничего не пузырится абсолютно во всяком случае я не встречалась с таким вот она спинка пожалуйста никакого пузыря здесь нет у меня где еще по моему в кардигане шепот полыни что ли я тоже азиатский вязала так то я люблю вязать простой нормально все замечательно но при моей огромной горловине даже если вообще не будет никакого ростка ничего страшного росток очень важно когда горловина по шейке тогда она наплывает а когда у меня расхлябанная горловина а здесь целых двенадцать рядов на создано срыв спинка больше чем передняя часть не вообще прям все в шоколаде ну теперь моя задача подобрать пуговицы правильно вы мне пишете перламутровые он действительно красивый вот хочу перламутровый только побольше размером да это факт и сходил я еще раз в магазин то я в праздники попадаю забываю что майские праздники хотя вроде магазин должны работать а это прием товар технический перерыв так на маркер не обращаем внимание технический перерыв не одно так другое я собрала все беленькое знаете просто чтобы ну как сказать подумать поиграть иногда размером каким-то я все собираю чтобы ну какая будет хорошо смотреться и наподобие какой надо искать и ракушечки вы мне говорите типа ракушки найду ли я не знаю ну простенько вроде да все беленькой одиночки собрала все собираю просто чтобы посмотреть мне пока вот нравится вот это больше всего если как он даже полоску другого цвета провести розинку или какую да так пока уберем можно я аж вон ради просто и за чего у меня эти пуговица но я балуюсь и ничего первых не выкидывается что-то было здесь они конечно не к селу не городу кому-то понравится кто кому-то нравится это прямо то что надо это не мое не мое но я вот все просто смотрю приглядываюсь прикидываюсь как прям злот серебра смотрится вот этот не совсем перламутровая в общем хочу я вот такого побольше размера ищите они еще длинненькие были это вообще было бы чудо у меня кофточка помните был я и слепила из того что было называлось какие там длинненькие пуговички были красивые я вот с удовольствием бы что-то типа такого но мех нет но это чуть я желтый притащила зачем я желтый притащил вообще не по делу вот размер просто смотрю а про рамки про рамки я не делаю я потом где хочу там пуговицы ворочую так вот так не делайте пожалуйста просто спрашивают и про вытачки на то что и тут вообще я положила вытачки татьян в круглых кокетках делают везде делают вы понимаете вытачки делают везде почему я не делаю вытачки они у меня коем-нибудь к полу будут стремиться это же надо все высчитывать вот что что вытачки надо высчитывать вот здесь вот нам нужны мерки а где я и где мерки поэтому тем более такая пряжа я даже не знаю что после куда она потянется после я провод на кофе ора говорю раньше называют эти было да вот в общем с пуговичками я решу сюда обязательно надо длинная вязать ее не буду давать этот уберем вот эту берем какой-нибудь бы плоскую мне ну что ж машина как с ума сошли мне бы плоскую какую-нибудь но вот такую с налетом вот этой самой поняли меня да но это было все о чем я хотел вам сегодня рассказать и что я хотела вам сегодня показать огромное спасибо за внимание вяжите в удовольствие пусть у вас все получается после у нас у всех все получается и до новых встреч они обязательно будут здесь значит вот так мы опиум положим есть вот так вот на кофе оры здесь вот так разбросаем этикетки небрежно так небрежно небрежно конечно в кадр они входят где-то там опиум может даже а пуговичку а пуговичку не все же прям вот пуговички масленицу нет она перламутровая на хорошенько что ты будешь делать хорошенькая ну каляк красиво так вот ой вот этот вот не надо бы в кадр то не надо бы в кадр здесь вот пустинка пустинка сейчас мы положим сейчас мы положим уж больно как будто специально опиум положили надо немножко небрежности какой-то придать опиумный цветок мне сказали цветок опиума мне вообще такие молодцы чего только не придумать вот моя типа майка во что превратилась показала мне нравится кстати я знаю что вещичка будет любимой с моей любовью белым штиблетом ну что сняты